Доброе утро! Как можно в 7 утра выглядеть выспавшимся, бодрым и красивым? Я не знаю, вы умеете, я нет. Мы сидим завтракаем, ребятки мои котятки, дарконятки, поленятки, и я вернулась. Огорею машиночку на улице 2, прекрасный градус, вчера лил чудесный декабрьский дождь, вообще прям настроение новогоднее, хоть отбавляй. В общем-то, у меня сегодня, ребята, день красоты. Я всегда так хотела, знаете, как в кино, как в передачах, там показывают, как девочки ходят из одного салона в другой салон. Вот сегодня у меня такой день. Я сегодня еду сначала на реснички. Темнота непроглядная. Эх, зимушка, зима. Обычно, когда доезжают до ресничек, уже светло, но не сегодня. А еще найти музыку с утра по радио, это что-то нереальное. Вы поняли, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть радио и ни одной музыкальной композиции с утра. Радио, что ты с нами делаешь? Я, кстати, никогда не опаздываю. Крайне редко. Я терпеть не могу опаздывать. И вот сейчас ровно 30 минут, и я позвоню в домофон. Мои остатки ресничек. Хлопай ресницами и взлетай. И я вернулась, и на улице рассвело, наконец-то. Все, реснички готовы. Следующий номер это маникюр. У меня, кстати, есть еще время в запасе маленько для того, чтобы определиться, что я хочу. Я примерно знаю, что я хочу. Сейчас я полистаю картинки в интернете. Ничего особенного. Просто хочу посмотреть, не будет ли это смотреться как рыночно. Я, кстати, сегодня в полингенном свитере, потому что что-то свою удалазку не нашла. А хотелось чего-то тепленького. Я, кстати, чего выпало из жизни-то? Я заболела. Причем у меня как-то все наложилось. И болезнь, и очень низкое давление. В общем, сил не было вообще. И я была очень долгое время с таким осипшим голосом. У меня сейчас немножко еще голос осипший. Такой какой-то из глубины оттуда. Но у меня был вообще такой, знаете, бас такой. Вот, сейчас я уже могу более-менее нормально разговаривать. Знаете, о чем сейчас подумала? Вернее, о чем я не подумала с утра, потому что я опаздывала. И вообще вся в своих делах, заботах о том, что уже в этом году я была у своего мастера про ресничку Манюты последний раз. И я приехала с пустыми руками. Я прям расстроилась, потому что... Аня такая, ну, с наступающим Новым Годом. И я понимаю, что все, а мы увидимся только в январе. Ааа! Вот, это ужасно на самом деле. И думаю, ну ладно, я приеду в следующий раз к ней 13 января. Нужно будет не забыть поздравить с наступившим Новым Годом. Вот, а сейчас я еду на маникюр. И у меня есть, к счастью, время. Я сейчас проеду через магазин и какой-нибудь небольшой там подарочек куплю мастеру по маникюру. Никак мне вас ровно не поставить. Будете стоять криво. Поворачивайте монитор. В общем, забежала перекресток. Единственное, что у меня по пути. Купила, знаете, такой пакетик. Забавный, с мышулей. Написано, just be cool. Так, взяла такое вот шампанское. Красивое, девчачье, розовое. Потом взяла вот такой вот наборчик печенья с предсказаниями. Тоже здесь мышки. Он такой прям новогодний. Очень симпатичный. Вот такие печенюшки, там предсказания. Надеюсь, там только хорошее предсказание. Не умещается. Совсем притык. И бенгальские огонечки. Хотела мандарины. Мандарины бенгальские огонечки. Так что вот такой вот наборчик у меня. Я взяла два таких одинаковых набора, потому что я сейчас еду на маникюр, а потом я еду на покраску. Поэтому я с такой очень неопрятной грязной головой, потому что мыть голову перед покраской же нельзя. Так что скоро я буду очень красивая. Вот так очень скромненько, но я думаю, что будет приятно. Сейчас я вторую пакую и поеду уже, а то опоздаю. Два часа. Следующий уровень. Переходим на следующий уровень. Я забираю детей. И я сделала маникюр. Смотрите, какая у меня прелесть. У меня сердце. Мне захотелось белого. И захотелось его вот такое сердце. А на другом пальчике у меня вот такое подарочное сердечко. Не видно. Как мне показать? Вот так. Ну, милый же, правда. В общем-то, дети там уже закончили. Я сейчас жду. Поля пошла пересдавать стихотворение. Им задавали им цирь или что-то там. Она не выучила. Им поставили всем двойки всему классу. И вот сейчас она хочет его еще пересдать. Но дело в том, что мне через час надо быть уже, уже даже через 58 минут. Через 57. Надо быть в другом конце города. Я надеюсь, что я все успею. Дети меня не узнают. Привет, дети. Не, не узнаю. Привет. Саша, ты что, как этот грузчик сидит, шапка, на затылке. Санька, как гномик. Не могу. Без зубов. Уши от шапки в разные стороны. Никит, привет. Поля такая, о, третинцы сделала. О, мейкьюзер. Саша такой, а ты кого поедешь? Какаясь, волосы седые закрашивать поеду от вас. В общем, бегом-бегом, прям все впритык. Я опять в темноте. Время пол шестого, даже уже без двадцати шесть. В общем, я только-только освободилась. Не стала вас брать с собой в парикмахерскую, потому что девчонок не видела давно и болтали. В общем, я теперь красотка. Мне кажется, я прям помолодела на год. У меня накрашенные брови. Они, правда, темноватые пока. Ну, там два-три дня, и они будут вообще классные. Такие прям бровястые-бровястые. Вот, и я покрасилась. Юлечка меня уложила. Так что все круто. Мы сейчас едем. Я еду в бар Суворов. Посидим с Юлей. Она с Маруську забрала с садика. Посидим, поболтаем, получай попьем. Потому что некогда встретиться. У нее работа, у меня работа. Вот, и вдруг у нее завтра не получится приехать. В общем, мы решили, что сейчас посидим с ней, поболтаем маленечко. Как раз я пока буду Диму ждать. Он там дорабатывает. Позвонила деткам. У них все хорошо. Делают уроки. А на улице тем временем 5 градусов. Только что он был. Сейчас стало 4,5. И вот такая вот темнотища. Дождь опять шел. Прелестно. Время полдесятого. Я уже давным-давно дома. Ничего больше не снимала. Что-то я сегодня укаталась. Знаете, нелегкое это дело. Ходить по салонам красоты целый день. Это так сложно, так сложно. В общем, мы с Юлькой поболтали, разъехались. Совсем недолго посидели. Потому что она была с доченькой. Поэтому мы так быстренько. Вот. Мои дома ничего не сделали. Поэтому я на них обиделась. Они ни уроки не сделали к нашему приезду. Ни посуду было не помыто. В общем, я с ними не разговариваю. Наказала обоих. У одной забрала телефон. У второго сказала, что неделя без телевизора. Ну, потому что ничего не делают. Вот. Не очень позитивные ноты. Ну, в общем, у меня завтра день рождения. Завтра я стану на год старше, мудрее. И вот. В преддверии дня рождения у меня всегда настроение какое-то не очень. Не переключайтесь. Смотрите дальше. А я спать.